Переполненная реанимация, врачи, которые круглосуточно спасают жизни десятков людей. Так сейчас выглядит красная зона в Бийске. В городе, в котором боятся болеть, места в госпитале заканчиваются. Здесь самые тяжелые пациенты. В прошлом году на ИВЛ было чуть больше 20 человек, сейчас 65. Вы сами видите, что палаты все реанимационные, все заполнены. Больные очень тяжелые. Больные имеют как тяжелую патологию по ковид-инфекции, тяжелое течение пневмонии, так и сопутствующие заболевания, которые еще больше утяжеляются здесь во время лечения ковидной инфекции. Самый молодой пациент сейчас возраст какой? У нас есть и 18-летние, мы их называем это дети. То есть это на самом деле пациенты, которые только что вышли из детской лечебной сети, попали к нам. 19-летняя девочка у нас была, она не горожанка Бийска из другого региона. Поступила крайне тяжелая, к сожалению, был неплохоприятный исход. То есть возраст на сегодняшний день, он не имеет никакого значения. По словам врачей, большое количество молодых в реанимации объясняется не только мутация инфекции, но и тем, что молодежь чаще посещает общественные места. А вот вакцинированных пациентов здесь мало. Привитые есть на самом деле, привитые пациенты, они встречаются, но они редко доходят до отделения реанимации. Как правило, это коморбидные пациенты, то есть имеющие какую-то еще другую патологию. А в основном все наши пациенты, которые находятся в реанимации, это все непривитые пациенты. Те, кому удается пойти на поправку, не скрывают. Пройдя страшное, навсегда изменили свое мнение о болезни. Нужно таскать всегда перчатки, таскать, маски менять, полтора метра держать на расстоянии. Ну, все имеют на улице. А теперь всем буду говорить своим, родственникам, друзьям, знакомым. Скажите, вы прививались от коронавируса? Нет, не прививался. И пожалел, что не прививался. А теперь после выздоровления пойдете? Да, пойду. Но там через полгода нужно ведь. Да, пойду, обязательно пойду. И главное, чтобы дошли. Некоторые пациенты ревакцинацию пропустили. В январе, в феврале, уже не помню какая приючка была, название. Здесь 11 дней пролежал. Тяжело очень, надо вакцинировать все. А сейчас как себя чувствуешь? Сейчас лучше чувствую себя, хорошо уже. Дышать начал нормально. Сегодня поднимается на этаж? Сегодня поднимают, палату меня переводит. Но это место в реанимации долго пустовать не будет. Почти сразу же его занимает следующий. Увидеть медиков без СИЗов почти невозможно. Дежурство может длиться несколько суток подряд. Очень большие трудности с кадровым составом. Персонал приходит, кто-то не выдерживает, уходит. Колоссальные нагрузки. Кто остается, конечно, работает на полную мощность, не жалея себя. Большое им за это спасибо. Большое спасибо молодым специалистам, которые еще только-только отучились. Мы уже пришли на работу в таких дежурочных условиях и помогают работать. Иначе бы была катастрофа. Причем трудности начинаются с приемного покоя. Только за каких-то 4 часа они принимают 40 пациентов. Если я дежурю суточное дежурство, ну, был момент, когда было 76. 76-78, это максимально. На данный момент заполняемость у нас 620 коек, но из них 67 реанимаций. Остальные вот либо кто-то активно лечится, получает сильное лечение, либо тот, кто готовится к выписке и на этап долечивания. Лично у меня сейчас около 45-50 пациентов. К сожалению, доктора тоже не могут избежать болезни. Болеют кто-то, возможно, не справляется с нагрузкой. Пожалуй, именно здесь пациенты и могут оценить, чего стоит врачам лечить больных. Мне, слава Богу, что лечат. Да и Бог, чтоб вылечил. Вот и всего, что могу сказать. Очень славный. Мне аж плакать хочется. Люди все должны быть живы, здоровы. Вы видите, как ходим-то все. Так что тяжелая у них работа, тяжелая у них обязанность. Так что не позабидуешь. Зато на улицах Бийска все так же людно, в транспорте почти безмасочно, а в коронавирус часто не верят. Прививались? Нет. Нет. Если честно, нет. Я не хочу ни маску. Маску, когда в магазине просто. Если честно, я не боюсь ничего. А почему не прививаетесь? Не боюсь и не прививаемся. На мой взгляд, тот, кто проявился, больше шансов заболеть от чего-то другого. И в Иркутск ездил, и в Уренго ездил. Два года подряд езжу по вахтам. И без маски ездил, и ни разу не заболел. Сейчас взяли маски, пошли в магазин. Только в масках везде. И переболели уже. И привитые. Ой, извините, я сильно болею. Я уже отболел. С 12 марта по 1 апреля. А вы прививались? Пока еще нет. Но вот буду. Сейчас. Пройдет немножко. Я привился сразу же. Прямо только вакцины стали поступать. И сейчас, думаю, привиться полгода пройдет. И я второй раз хочу идти и привиться. Потому что это только человек. Человечество выжило. Ведь история даже вся говорит о том, что если бы не вакцины, человек смогло вообще вымрать. На сегодняшний день БИСК занимает одну из лидирующих позиций по уровню заболеваемости коронавирусом. В регионе мест в госпиталях с каждым часом становится все меньше. Из-за высокой смертности власти решили выделить дополнительное место под морг и расширить местное кладбище. За последний месяц, как показывает статистика, смертей от последствий коварной инфекции резко стало больше. Но желающих вакцинироваться в регионе больше не становится. А вот свободных мест в ковидных госпиталях скоро не останется совсем. София Иценко, Андрей Печеркин. День с толком.